Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2566. Ваше Святейшество, иногда можно услышать споры о том, кто более ответственен за воспитание подрастающего поколения – семья или школа? Вы говорили сегодня о связи демографической проблемы с кризисом семьи и кризисом воспитания в школе. Связана ли программа укрепления семьи с вопросом преподавания основ православной культуры в средних учебных заведениях? Ответ Патриарха Алексея II. Мы считаем, что молодежь, которая учится в школе, должна знать основы православной культуры. Это не закон божий, как это иногда пытаются представить, говоря о недопустимости преподавания религии в школах. Каждый образованный человек должен знать историю своей культуры. А российская культура имеет свои основы православия. Основы православной культуры – культурологический предмет. И мы будем настаивать, чтобы этот предмет был бы введен в курс средней школы, пока может быть факультативно. Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. Мертвый вопрос и еще мертвее ответ. Сектанты никогда такой вопрос не зададут. Они знают, что у каждого, будь то и школьник, должна быть личная встреча со Христом. Лично каждый должен принять Христа в свое сердце. Как они говорят, принять его как своего личного спасителя. Тогда эти культурологические бредни и басни и на ум не придут. Им, блудящим с шести лет, нужны твои уроки? Ему бы у колодца и со своей телушкой на мясокомбинат. Только Христос и ничто иное, и никто иной не спасет, не исправит. Что толку быть нравственным грешником и быть без Христа? То есть быть кандидатом в гиену? Вопрос. Только кровь Иисуса Христа может переплавить человека в новую тварь. А патриарх этого и не знает. Не знал и не узнает. Похоже, уж очень. Патриархи, разве все верующие? Разве все они будут в раю? Евангелие от Луки, 3 глава, 8 стих. «Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить себе «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Нужно и детей вести к покаянию. И зачем нужно это делать непременно в школе? Нужно идти от двери к двери, от остановки к остановке, по всем дорогам и перепутьям. Притча, 15 глава, 30 стих. «На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых». Книга из Икииля, 36 глава, 31 стих. «Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши». Евангелие от Матфея, 22 глава, 10 стих. «И рабыте, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и мрачный пир наполнился возлежащими». Конец цитаты. В царской России преподавали в школах, и полковые батюшки были, и куда это провалилось. Посеяли формализм и пожали цинизм, а не личное обращение. Не личную встречу с Господом. Этого преподавания нужно бояться и не желать его. Патриарх говорит это, совершенно не понимая сути вопроса. Какое горе ждет его за такие ответы, ведущие в погибель. Культурой православия, головным и мертвым знанием он пытается заменить Христа. Культурой православия. Культурой православия.